Здравствуйте, товарищи! Начинаем наш семинар «История и теория советов». Семинар этот наш традиционный, проводится ежегодно на первом курсе Красного Университета, первом отделении Красного Университета. Эту тему мы всегда подробно разбираем со слушателями. С прошлого года у нас появилась еще лекция, посвященная советам. Но надо сказать, что материала по этой теме и так было вполне достаточно. Фондом Рабочей Академии издана книга «Советы как форма власти». Эта книга доступна, в том числе в электронном виде, на сайте Фонда Рабочей Академии, где основные вопросы, которые представлены для внимания слушателей на семинаре, разобраны подробно, разъяснены, есть ответы. То есть желающие получить знания, они могли найти ответы на эти вопросы. Ну и, конечно, никогда не лишне обратиться к трудам классиков. Прежде всего, Владимира Ильича Ленина, который неоднократно рассказывал в своих произведениях о сущности Советов, разъяснял, чем Советы отличаются от буржуазного парламента, что представляют из себя по сути и что представляют из себя по форме Советы. Причем, как мы знаем, отношение Владимира Ильича к Советам менялось. Он тоже не сразу пришел к выводу о том, что именно Советы являются формой, организационной формой диктатуры пролетариата. Но, тем не менее, опыт Первой русской революции и, в особенности, роль Советов по подготовке и проведению Великой Октябрьской Советической Революции, конечно, заложили основы для понимания той роли и того всемирно-исторического значения, которые Советы играли и продолжают играть в теории и практике коммунизма. Занятие у нас семинарское. Я в процессе подготовки этого семинарского занятия проверил уже больше половины поступивших вопросов, вернее, поступивших ответов, это порядка 50 ответов. И могу сказать, что в основном слушатели заочного отделения отвечают уверенно, отвечают правильно. Но есть, конечно, определенные ошибки, есть некоторые отклонения. Не все ознакомились с той книгой, о которой я упоминал. Некоторые пытаются собственные какие-то рассуждения привести по этому поводу. Но у нас процесс учебный, поэтому мы не гонимся за мнениями каждого, мы хотим получить знания. Эти знания нужно, во-первых, воспринять, и, во-вторых, уметь их воспроизвести. На это и нацелен наш курс Красного университета. Поэтому я предлагаю сегодня, не отходить от формы семинарского занятия, и наше занятие, собственно, построить в виде ответов по тем вопросам, которые были предложены для внимания слушателей. Итак, вариант первый. Первый вопрос. Советы как организационная форма диктатуры пролетариата. Кто готов ответить на этот вопрос, пожалуйста? Готов? Пожалуйста, выходите, представляйтесь и отвечайте. Я Миттегалов. Значит, советы, это такое уникальное изобретение русских рабочих. Первый совет возник в городе Иваново-Вознесенске в 1905 году, где рабочие сначала в предприятиях стали организовываться фабрично-заводские комитеты, затем делегировать своих депутатов в основной совет, который был. Значит... Значит... Ну, не совсем фабрично-заводские, наверное, забастовочные комитеты, да? Ну, забастовочные комитеты. Да, были забастовочные комитеты. Запаст хомы, да, были запаст хомы. Вот, ну, еще там надо отметить, что профсоюзы тоже принимают участие в деятельности советов. Да. В 1905 году? В 1905 году? В 1905 году? Ну, там не было, знаете, никаких. Ну, такое значимое участие в советах. Ну, хорошо, продолжайте. Участвовали члены РСДРП в советах. Некоторые прямо там не были названы, потому что подпольная работа. Участвовали члены РСДРП в советах. Работа шла. То есть в целях конспирации они там, ну, напрямую, так сказать, их не было видно. Ну, значит, чем хорошо советую? Тем, что есть возможность избирать депутата, которого непосредственно знают все. вот, который работает с ними на одном предприятии. Если он не выполняет своих обязанностей или что-то, ну, не совсем их выполняет так, как нужно коллективу, вот, есть возможность его отозвать всегда и назначить нового депутата. Вот, из советов небольших, то есть, вот, региональных создается такой совет советов, который, ну, на большие делегаты от каждого совета туда посылаются, и создается уже совет области там или республики, вот. вот, и главным органом, высшим органом власти пролетарского государства является съезд советов, вот, куда делегируются члены от советов, ну, от территориальных советов там, республик, областей, крупных городов. Так, чё там, какие-то вопросы были, чтобы дальше... Ну, это вы весь, в целом решили изложить весь первый вариант. Так вот, коротенько, конспективно. Давайте всё-таки подробнее поговорим по первому вопросу о советах как организационной форме диктатуры пролетариатов. И начать, наверное, надо идти от чего? Не от формы, наверное, а от содержания, да? Почему советы являются формой именно диктатуры пролетариата? И что в данном случае мы понимаем под диктатурой пролетариата? То есть, непосредственно рабочие создают свой орган управления на предприятиях. И, то есть, отсюда возможен контроль и учёт продукции там и всего прочего. Ну, и как бы борьба... Ну, в то время, когда был капитализм, соответственно, борьба за уменьшение рабочего дня, вот, за увеличение заработной платы. То есть, это всё можно было уже делать в рамках советов. А у вас всё? Ну, может быть. В общем и целом. То есть, вы рассматриваете советы как форму самоуправления, я так понимаю, да? Ну, и сначала... Рабочих на предприятии. А первый это совет Иван Вознесенский, он разве занимался вопросами самоуправления на предприятии? Ну, он занимался... Зачем он был создан вообще изначально, так сказать? Вопросы... Для чего был создан совет? Вопросами борьбы в забастовок. Да. Забастовка уже шла. То есть, были забастовочные комитеты, рабочие бастовали, собирались, так сказать, обсуждали вопросы. Какой вопрос стоял на повестке дня? Что нужно было делать? Для чего был сформирован первый совет? Сейчас я не могу ответить. Ну, забастовка для чего организуется вообще? Цель какая забастовки? Просто побудить или что? Нет, конечно. Какая цель забастовки? Уменьшение рабочего времени. Времени рабочего дня. Ну, появляются, как правило, требования позднее. То есть, изначально идет борьба за правильный совет. Увеличение заработной платы. Увеличение заработной платы, да. Ограничение штрафов, там, ограничение власти, там, мастеров, да, которые, так сказать, вели себя совершенно... И также борьба за организацию безопасности, условия труда. То есть, это что? Это требования работников, рабочих, к кому? К хозяевам предприятий, правильно? Ну, а также... Выставляли свои требования, забастовочные комитеты выставляют свои требования. Это первое. Естественно, тут еще, поскольку не обошлось без участия РСДРП, то, соответственно, включаются и есть, в том числе, требования уже, которые носят политический характер, да. В частности, сокращение рабочего времени, которые не чистые экономические требования. То есть, через 100 метров и... Но, что требовали, что требовали хозяева предприятий, что они хотели? Вот, забастовало несколько, там, достаточно много предприятий. Ну, будем говорить, наниматели, да, хозяева. Какую тактику они хотели провести? Ну, когда выдвигаются требования, да, вот забастовали, значит. Выходит, хозяин звонит, что вы хотите, мы хотим то-то и то, да. Значит, вступают переговоры, правильно? Вступают. Каким образом хотели вести переговоры хозяев предприятий? Каким образом хотели? Да, да, да. Вот, что они предложили? Именно выводом? Давайте мы будем... Конечно, естественно. У нас же не только теория, мы и историю обсуждали. Они хотели вести переговоры с каждым, да, то есть представители каждого восточного предприятия, там, работников, со своим хозяевом. Да, и каждый... В противовес этому был и создан, собственно говоря, совет, который объединил требования всех вот бастующих коллективов, и требование было, что от имени этого совета будут вестись переговоры. То есть, почему это диктатура? Почему мы говорим то, что советы вот даже в таком виде, как зачаточном состоянии, они уже являются организационной формой диктатуры пролетариата? Потому что что такое диктатура? Это власть. Какая? Власть класса. Власть класса, да, нет. То есть, в данном случае, класс начинает организовывать. Через совет он организовался. Выдвигает экономические требования, которые затем, соответственно, переходят в политические требования. Ну, не просто выдвигает, он навязывает свои требования, он навязывает свою волю к классу. Да. Путем организации забастовок. Потому что, когда идет на предприятии забастовка, то уже, в принципе, экономическая власть переходит в руки забастовок. Предприятие строит. То есть, соответственно, что прибыль невозможно получить. Хорошо. Спасибо. Вы хотели дополнить? Да, пожалуйста. Да, да. Руку поднимали, я видел. Я... Да. Зимина Дина... Нет, я просто хотела как раз сказать про классы, что это именно диктатура... Представьте секунду. Зимина Дина, да. Здравствуйте. Я хотела просто подчеркнуть, что это именно форма власти, поскольку это именно класс говорит. И что с каждой следующей общественно-экономической формацией новый класс, который был прежней формацией угнетен, он берет власть и эту власть навязывает остальным. Собственно, советы как форма диктатуры пролетариата, это когда пролетариат навязывает свою власть другим классам. И пока еще существует как бы капиталистическая форма, есть необходимость в государстве диктатуры пролетариата. То есть при полном коммунизме уже не нужно будет и такой диктатуры тоже. А при социализме нужна диктатура пролетариата? Да. Ну а капиталистического то уже нет? Ну Способы производства. Есть непосредственно общественный способ производства. А почему нужна диктатура? Ну есть еще товарность, есть еще, ну, в социализме существуют еще противоречия, существует еще, не знаю, там класс интеллигенции, класс… Интеллигенция, класс? Иногда лучше сказать меньше, но лучше. Разве интеллигенция классом? Какие классы в современном обществе существуют? Да и, собственно говоря, сто лет назад какие классы? В Смужазье, в монетариат. И? В мелкопушазье. А какой класс составлял в России большинство? Я не могу точно сказать, но предположу, что если было очень много христиан, то это получается мелкая буржуазия. В основном, да. Основная масса, да. Мелкая буржуазия, сейчас, конечно, она меньше представлена, честно. Ну, сейчас всякие есть наемные рабочие непроизводительного труда. Их нельзя назвать фабрично-заводскими рабочими. Ну, фабрично-заводскими нельзя, но тем не менее они относятся к рабочему классу. По положению в производстве они относятся. Я могу сказать еще про отличие буржуазного права. Ну, следующий вопрос. Я думаю, что этот вопрос... Нет, я думаю, что вы можете начать ответ на этот вопрос. Ну, может быть, есть желающие добавить по первому вопросу? Организационная форма. Почему мы говорим о том, что именно Советы являются организационной формой диктатуры пролетариата? Какие еще вы знаете формы, исторические формы? Ну, их, собственно, две было, да? Первая какая была? Первая форма диктатуры пролетариата. Парижская коммуна? Парижская коммуна, конечно. Вторая форма — это диктатура пролетариата. Ой, это Советы, да? Извиняюсь, а вот в той книге, на которую вы ссылались, там написано, что Парижская коммуна не смогла создать первую форму государственного устройства. Именно это одна из причин, почему Парижская коммуна терпила поражение. То есть Советы, как форма государства именно, были впервые сформированы в России. И в этом заслуга историческая наших Советов. Безусловно, Советы представляют из себя уже оформленную, организованную, так сказать, зрелую форму. В отличие от Парижской коммуны, которая представляла себе незрелую форму, то есть как бы прообраз Советов. И потерпела она поражение не только поэтому, но и потому что, скажем так, объективная причина еще, объективные условия не созрели для установления диктатуры пролетариата. Что же касается Советов, то здесь мы видим, что исторически они формируются, да, как органы именно диктатуры пролетариата, то есть власти рабочего класса. И по своей близости, по формированию в трудовых коллективах, из трудовых коллективов, на основе трудовых коллективов, сохраняют свою связь крепкую, да, с рабочим классом. И по массовости этих органов, потому что впервые Советы представляют из себя не диктатуру меньшинства над большинством, а диктатуру большинства над меньшинством. То есть люди сами себя организовали, никто им не сказал, а мы по Совету делаем. Ну, нельзя сказать, что, конечно, естественно, что так вот не было пара инструкторов, которые пришли и вот эту форму изобрели, потому что Советы, они вырастают из общинной формы вообще организации, социальной жизни в России, да, из общины. Но здесь надо сказать, что и мы будем об этом говорить, когда будем говорить о роли партии рабочего класса, конечно, без руководящей, организующей роли партии трудно создать Советы. И самое главное, что для того, чтобы Советы действительно были проводниками воли рабочего класса, интересов рабочего класса, конечно, партия должна участвовать. Мы знаем, что Советы, которые возродились в 1917 году изначально, да, они не были большевистскими, они не были коммунистическими, они были сыром-большевистскими. И только упорная борьба именно внутри Советов, идеологическая, пропагандистская, агитационная борьба, она привела к тому, что пошел процесс большевизации Советов, и к октябрю большинство Советов, даже уже раньше, да, в конце лета уже, по сути дела, 1917 года, большинство Советов было большевистскими. И это способствовало тому, что Советы стали большевистскими именно форма самих Советов, да, то есть близость к коллективу и возможность переизбрания в этих органах, переизбрания непосредственно на собраниях трудового коллектива. Пожалуйста, по второму вопросу вы хотели ответить. Да, по второму вопросу, ну, я написала... Отличие Советов от буржуазного парламента. Да, первые две, которые вот мне пришли в голову, я написала это в системе СДО, это то, что это, во-первых, не по территориям, то есть буржуазный парламент, он ориентирован на территориальные какие-то единицы, а Советы на производственные единицы, то есть по... Не по тому, где люди живут, а, грубо говоря, где они работают. И второе... То есть избирательный принцип, да? Да. Принцип формирования избирательных участков. Они формируются именно по предприятиям, по трудовым коллективам. И второе, это то, что буржуазный парламент, если выбрали, грубо говоря, депутатов, депутата, то он уже служит тот срок, на который его выбрали, а в Советах всегда можно отозвать человека, если он доверие не оправдан. Вот. Но вы мне оставили комментарий, и там еще очень много отличий. Например, то, что буржуазный парламент, ну, с чего стоило начать? Собственно, там буржуазия избирается и представляет интересы, как бы, классы буржуазии и защищает интересы меньшинства общества. А в Советах, соответственно, это класс пролетариат и это интересы большинства. Кроме того, людей в буржуазный парламент избирают, ну, там некий имущественный ценз присутствует, хоть формально провозглашено равенство для всех, но, по сути, нужно, то есть все в итоге решается деньгами. А в Советах выбирают тех, кому больше доверяют рабочий коллектив. Соответственно, еще то, что буржуазный парламент – это только законодательная ветвь власти, тогда как Советы – это и законодательная, и исполнительная. И то, что человек в буржуазном парламенте, он, грубо говоря, отсидел там, работал, вернулся, так сказать, в свой, ну, свой класс, ну, грубо говоря. А в Советах люди занимаются, ну, грубо говоря, государственной властью без отрыва от производства, и дальше они возвращаются на производство. По-моему, все. Спасибо. Я только не очень, я не только не очень поняла, как в Советах законодательная и исполнительная власть объединяются, я это просто и в книжке встречала, то есть выбираются ли там какие-то министры, там, грубо говоря, наркомы отдельно или как, в чем-то отличие? Нет, все Советы формируют правительство, да, формируют Центральный исполнительный комитет, который, собственно говоря, уже и является органом исполнительной власти. И мест, в местных Советах тоже есть исполнительные комитеты, которые реализуют, собственно говоря, на местах те законы, которые принимаются. Вот, значит, здесь просто нету, нет разделения по, именно по принципу избрания, то есть сейчас, вот, допустим, если взять современную Россию, то исполнительная власть, законодательная, они избираются. Отдельно, да? Здесь избирается, соответственно, Совет и членов этого Совета уже формируются, собственно говоря, правительства и органы государственной власти. Ну а на местах Советы, они обладали полнотой власти, они решали, они сами принимали и сами контролировали исполнение этих решений. И, собственно говоря, одной из причин реформы, реформы, да, конституционная реформа 36-го года, она во всяком случае, которая не провозглашалась, но ряд исследователей считает, что именно загруженность, вот это вот сочетание исполнительной и законодательной власти в одних органах, перегруженность подготовкой документов мешала, скажем так, органам государственной исполнительной власти выполнять свои функции полностью. Ну это один из моментов, да, о конституционной реформе 36-го года мы поговорим, как раз, когда будем говорить о системе советской власти. Пожалуйста, садитесь. Кто может добавить по второму вопросу, по отличию советов от буржуазного парламента? Ну принципиально отличие названо, да, вообще практически все отличия, может быть, какие-то мы не упомянули, но самое главное, действительно, что самое главное отличие – это классовое, да, поскольку буржуазный парламент представляет себе орган власти буржуазии и, собственно говоря, направлен он на то, чтобы скрывать интересы буржуазии от народа, да, проводить их под видом законов. Мы это прекрасно видим, сейчас вот тоже у нас готовится конституционная реформа, так называемая, и Александр Сергеевич Козенов по поводу конституционной реформы выступал. Ну, все оказалось еще проще и банальнее, то есть, когда Валентина Терешкова обнародовала свою поправку, в общем-то, все остальное можно, наверное, было и даже не писать после этого, да. То есть, по сути дела, вся эта реформа направлена на то, чтобы под прикрытием изменения конституции обеспечить не просто преемственность, какой-то переход власти, а просто сохранение власти одного человека. Ну, естественно, как выразителя, защитника и проводника интересов буржуазии современной российской. Третий вопрос – система советской власти. Вот этот вопрос, он вызвал, пожалуй, наибольшие разногласия в ответах, разночтения, и это объяснимо, потому что на этот вопрос можно отвечать по-разному. Можно отвечать с точки зрения понятия, да, то есть, по понятию советской власти, как она должна быть устроена для того, чтобы быть действительно, соответствовать своей сущности. А сущность – это диктатура пролетариата, как она должна быть устроена в идеальное устройство, да. Можно отвечать в историческом контексте, но, опять же, надо брать тот исторический период, когда советы соответствовали своему понятию. А этот период довольно короткий, да, то есть, это с 2020 по 1936 год, фактически. И вот здесь, собственно говоря, камень преткновения лежит, потому что многие писали о том, что высшим органом, допустим, является Верховный Совет. Верховный Совет стал высшим органом законодательным после реформы Конституции 1936 года, по Конституции 1936 года. До этого верховным органом, высшим органом власти был съезд Советов. И вот мы должны ориентироваться именно на этот исторический период, тогда, когда советы выбирались по территориальному признаку, сочетали в себе исполнительную законодательную власть, да, и система, значит, соответствовала, ну, она была не совсем двухуровневая, потому что были советы разных уровней, но это уже, скажем так, так это шло исторически. Вообще, конечно, система советской власти в идеале должна быть двухуровневых. Первый уровень. Это городские, поселковые или областные советы, да. Причем, если избирательные участки формируются по производственному принципу, то есть и выдвижение кандидатов, и голосование идет на предприятиях, то сам Совет, это не производственный, да, не привязан к производству. Совет относится к территории. То есть Совет, городской Совет, допустим, Совет рабочих Ленинграда, да, или Ленинградской области, на не совет конкретных предприятий, или групп предприятий и так далее. Это надо понимать. И второе, это высший, какой высший орган? С местных Советов идет делегирование депутатов на съезд Советов. Съезд Советов, понятно, что он не может быть действующим постоянно, в отличие от того же самого Верховного Совета, да, который действует как постоянный орган Верховной власти. Он собирается, решает основополагающие вопросы, это вопросы Конституции, это вопросы крупных законов, о, так сказать, программе развития в целом, и избирает исполнительный комитет, который дальше уже в период между съездами, собственно говоря, проводит, соответственно, воплощает в жизнь ту политику, которая выработана на съезде Совета. Кто-нибудь хочет дополнить по вопросу о системе советской власти? Или, может быть, имеет отличное... О национальной республике не было в пробежащих сферах. Что еще раз? Простите. О национальной республике, вот, да, в данный момент положено украинское СССР в Белоруссии, в России с СССР, а уже от этого СССР посылались депутаты на съезд Совета. Ну, естественно, имеется в виду республиканский, конечно, уровень. То есть, уже, получается, с трех этажа. И сразу от вас плохо? Нет, если мы говорим, в историческом аспекте, то там, конечно, там уровней Советов было больше. Было больше. И по факту выборы были многоступенчатые. Историческом аспекте. А мы, пожалуйста, не допомним. То есть, на каком-то уровне все равно по территориям получается деление. То есть, первично советы от заводов, ну, глубоко говоря, но потом эти депутаты, например, они уже образуют советы по городам. Управление, естественно, государственная власть, она всегда распространяется на территорию. Это территория страны, территория области, территория города и так далее. Поэтому управление в целом идет, естественно, по территорию. Почему важен именно производственный принцип выбора? Первое – это то, что действительно выборы идут от трудовых коллективов, и выборы идут людей не тех, которых мы услышали там или увидели средства массовой информации, или он пришел там один раз выступил, а это люди, которые действительно пользуются доверием коллектива, которых люди знают непосредственно, с которыми работают, знают их деловые личные качества, да, так сказать, и выдвигают именно тех, которые будут отстаивать интересы рабочего класса. И второй момент. Несмотря на то, что вот этот выбор, допустим, Верховный совет, проходит через несколько ступеней, ну, вот, две там или больше, возможность отзыва депутатов сохраняется. То есть все равно изначальный коллектив, который избрал на своей конференции вот этого депутата, он может его отозвать в любой момент. Вот это очень важно. И заменить на другого, допустим. Вот таким образом. В дополнение к этому вопросу, надо сказать, что, конечно, система советской власти, здесь еще третий вариант ответа на этот вопрос, даже не вариант, а более так, еще большее расширение, да, потому что помимо, конечно, системы, собственно, советов, советская власть имела широкую опору в народе, да, и эта опора осуществлялась в том числе и через профсоюзы, да, и через общественные организации. И понятно, что здесь и партийные органы участвовали, но самое главное, что вот все это работало в одном ключе, осуществляя интересы рабочих, и поскольку рабочие являются наиболее, скажем так, прогрессивной частью, да, общества, наиболее с одной стороны, и с другой стороны их интересы, они отражают интересы всех трудящихся в целом. Поэтому таким образом реализовывались интересы не только рабочего класса, но и интересы всего общества в целом. Так, товарищи, переходим ко второму варианту. Предпосылки возрождения советов. В одном из ответов прозвучало, что в настоящий момент они минимальны, предпосылок нет. Я, ну, буквально автор пишет, что, опираясь на свой опыт и свое окружение, нет, не видят предпосылок возрождения советов, поскольку очень мало людей активных, занимающих активную позицию, да, и наоборот люди угнетены. Условиями труда, заработной платы, закрадитованность и так далее. То есть не готовы на активную борьбу. Ну, вот это единичный такой ответ, с которым я встретился при проверке работ. И здесь надо сказать, что когда мы говорим о предпосылках, мы говорим же не только о той локальной ситуации, которая, так сказать, сложилась на данном конкретном предприятии. Предпосылки – это более широкое понятие, это основание, на котором могут возродиться советы. И вот об этом мы должны сегодня тоже поговорить. Врязьев Александр. Основные предпосылки возрождения советов – это, во-первых, развитие как в количественном, так и в качественном отношении рабочего класса. во-вторых, его активная борьба за свои интересы и объединение рабочего класса вокруг общих требований, собственно говоря, на фоне вот этой борьбы. Если говорить применительно к текущей ситуации в нашей стране, то, в общем-то, на первые годы предпосылки выглядят довольно бледно, с учетом того, что производство скорее свертывается, чем развивается, рабочий класс, как часто говорят, деградирует. То есть, количество рабочих снижается, квалификация зачастую тоже снижается, положение рабочих во многом приближается к тому, что описывали авторы начало двадцатого конца девятнадцатого века. Но здесь следует понимать такой момент, что существует и противоположная тенденция. То есть, часть буржуазии действительно заинтересована в развитии своего производства, с одной стороны, с другой стороны, рабочий класс, в общем-то, уже, откровенно говоря, доведенный до ручки, последние годы начинает бороться за свои права все более и более активно. После довольно длительного застоя в этом вопросе появился новые профсоюзы, что является очень важным этапом объединения и дальнейшего врастания борьбы рабочего класса. Собственно, новые боевые профсоюзы. Что говорим про дальнейшие предпосылки? Переход к активной борьбе, к активному выдвижению требований, к активной забастовочной борьбе, к активной теоретической борьбе, что в сумме скорее всего должно проявляться как взаимодействие разных профсоюзных организаций, обмену, поэтому объединение сил, формирование и совершенствование основной формы закрепление результата борьбы рабочих и коллективных договоров и дальнейшее объединение рабочего движения все-таки в первую очередь на базе объединения профсоюзных организаций, которые на момент забастовки автоматически становятся источниками забастовочных комитетов. На данный момент перспективу развития я вижу именно так. Спасибо. Кто хочет дополнить? Готов? Александр готов, да? Вы готов? Ну, я чуть-чуть. Если взять положение, которое было в начале XX века, то есть на 17-й год примерно, то есть была примерно численность рабочих 4,5 миллиона. Сейчас 10 миллионов есть. Хотя я не знаю как посчитали здесь, потому что есть же иммигранты из Средней Азии, их очень много, то есть они были учтены здесь, а у них есть еще такой момент общинности, она у них присутствует. Советы они первые, когда начали формироваться, то есть кто были рабочие, это были выходцы, собственно говоря, только-только из деревни приехали, а деревня это община. Вот поэтому мне кажется туда это как-то более быстро пошло. Сейчас, к сожалению, люди больше разобщены своими проблемами, которых все больше и больше становится. Ну, с одной стороны вы правы, конечно, с другой стороны мы теперь знаем, как должны формироваться советы, тогда это было первое открытие, это, собственно говоря, методом проб и ошибок все это создавалось. Мы имеем сейчас и исторический опыт в России создания Советов, это исторические предпосылки и функционирования Советов, и, собственно говоря, Советы именно период советской власти заложил основу и прочную, весьма прочную основу Советского государства, которое, в общем-то, достаточно долго пришлось буржуазии разрушать для того, чтобы реставрировать капитализм. Поэтому этот исторический опыт надо учитывать и использовать в своей работе, в том числе и в идеологической пропагандистской борьбе. мы знаем, что из себя представляют Советы, как они должны строиться, как они должны формироваться, на каких принципах должны функционировать. Поэтому здесь уже можно сознательно подходить к этому вопросу, и, соответственно, да, утрата такой общинности это неизбежный процесс. Но, тем не менее, все равно внутри коллектива формируется производственная община. Люди, которые проводят рядом, так сказать, бок о бок, ну, по крайней мере, треть дня, да, 3 дня, 8 часов, а кто и больше, они порой знают, да, больше чем собственной семьей иногда проводят времени, да, по большому счету, общаются, знают друг друга, и складываются совершенно определенные отношения, выходящие зачастую за рамки только производственных отношений. И здесь проблема-то сейчас даже не в том, что люди не разобщены там, нет, они как раз определенным образом объединены, но и, скажем так, сплоченно противостоят вот идеи борьбы, к сожалению, за свои интересы. И тому тоже есть объяснение, потому что реставрация капитализма прошла очень болезненно, это был крайне тяжелый удар. люди не хотят потрясений, не хотят перемен. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны буржуазия, как всегда, начинает первой, да, бейте первыми, господа буржуа, как писала Ингельс, и она, собственно говоря, это и делает постоянно. необходимость она постепенно будет внедряться в создание, чем неизбежно. В соответствии она и будет стремление к обучению. То есть узнать, как историю создания и как все это функционирует, как все это можно сделать. Естественно, читая классиков. Здесь надо понимать, что советы не возникают в спокойное время, скажем так, да. Советы формируются на пике забастовочной борьбы. Поэтому пока нет активной забастовочной борьбы, пока нет забастковов, собственно говоря, нет основы для формирования совета. Профсоюзы есть, а отдельно есть успехи даже в союзах. мы видим отвоевание оплаты за условия труда, где-то повышение заработной платы. Но это носит такой, скорее, очаговый характер, не массовый характер. И само забастовочное движение, оно, в общем-то, ограничено. понятно, что активность забастовочной борьбы зависит от активности развития самого капитализма и от фазы, скажем так, в которой находится фаза капиталистического цикла, когда идет подъем, фаза подъема, там, соответственно, развитие производства, расширение производства, идет подъем забастовочной борьбы, когда производство сокращается во время кризиса и результаты этой борьбы и, собственно, вести ее значительно тяжелее, потому что нависает угроза безработицы, низкий исходный уровень той же самой заработной платы, отсутствие накоплений и так далее. Но, тем не менее, этот период тоже надо использовать с пользой, использовать его для расширения нашей базы теоретических знаний, для расширения влияния партии рабочего класса в рабочем движении, потому что когда пойдет подъем забастовочной борьбы, очень важно, чтобы этот подъем не перехватили агенты буржуазии в рабочем движении, чтобы это не было направлено именно на поддержание буржуазного строя, на его консервацию, на борьбу конкурентную одних капиталистов с другими, а направлено именно было на улучшение состояния общества в целом и на переход к более прогрессивной форме общественного устройства. Что касается мигрантов, общественного определенная есть общинность, но общинность закрыта для нас во многом, в том числе благодаря тому, что национальная буржуазия создала языковой барьер, возродила, скажем так. Ну и по условиям труда и по условиям жизни это все-таки не промышленные, не паблично заводские рабочие. В основном здесь, конечно, организовать их достаточно сложно, но нужно. Замещение происходит в принципе или так, или лица. Пожалуйста, дополнить. Отчасти возразить по поводу мигрантов. Вот то, что я во время своего ответа сказал о приближении условий жизни к тем, что были описаны больше ста лет назад, я имел в виду конкретно условия жизни именно рабочих на промышленных предприятиях выходцев в моем конкретном случае из Узбекистана. Условия жизни действительно слабо отличаются и по уровню зарплаты, именно по реальному содержанию, и по условиям проживания, и по условиям работы. что касается их особой общинности, она складывается прямо на месте, причем тут работают одновременно два фактора, один это языковой барьер, который был уже упомянут, а второй это в большинстве случаев, если не разжигаемое, то подогреваемое нанимателем некое межнациональное неприязнь. То есть вполне нормальным считается у руководителей разных уровней сравнивать группы местных и приезжих между собой, отдавая предпочтение тем или другим в своих целях. То есть разделять и властвовать? Собственно говоря, здесь что касается общинности, то я бы сказал, вывод здесь надо делать буквально диаметрально противоположный. Необходимо эту общинность, которая сложилась у приезжих, неважно узбеков, таджиков или каких-то других национальностей ее ликвидировать именно за счет вовлечения в общий процесс борьбы рабочих. Они, по крайней мере, по моему личному опыту, в это дело впишутся с большой радостью, если поймут, что это всерьез, а не очередная ловушка. именно потому, что среди всех рабочих данного конкретного предприятия именно у этих мигрантов положение самое плохое, при том, что, как правило, они выполняют точно такую же работу, пока нашли. Все. Спасибо. Перед перерывом, пожалуйста, последний вопрос. У меня как бы и вопрос, дополнение. Если дополнение, сюда, пожалуйста. Зимин, один раз. Просто я в своем круге общения очень часто сталкиваюсь с такой позицией людей разных социальных слоев, что все все видят, все все понимают, и никто ничем не доволен, но вот только не коммунизм. Потому что коммунизм это все то же самое, только еще хуже. Только еще дефицит, двуличность, репрессии, диктатуры и все такое. То есть я сама два года назад читала в основном коммунизм. То есть я узнала год назад например, что Советский Союз первая страна, которая вела 8-часовой рабочий день. То есть для меня это было раньше больше про пропаганду, про какие-то символы промоцтройку. И люди просто не знают, имеют какое-то стойкое отторжение. И вот я не понимаю, ну во-первых, является ли это каким-то законом или частным случаем, который наблюдаю только лично я. И во-вторых, причиной этого является ли это пропаганда усиленная или возможно вырождение партийной верхушки, которая дискредитировала сами идеи коммунизма. Вот например в моей семье убежденный кто был идейным коммунистом, он партию не пошел принципиально, а пошел человек более так сказать карьерно настроенный в 80-м годах. То есть я наблюдаю это и я вижу в этом как бы проблему именно возрождения Совета, потому что у многих людей просто предубеждение. Хотя люди у людей те же самые идеи, но они не хотят называть их именно этими словами. не хотят говорить о коммунизме. Спасибо. Простите, один мой православный товарищ сказал, я все понимаю, но в православии ты стремишься быть как Иисусу Христу, а в коммунизме что, умереть за Ленина? Я говорю, коммунизм это же про другое немножко, но это очень многие так считают в моем круге. Спасибо. А коммунистическая идеология она снимает или не будет стать? Ну, перерыв. спросить, что это за круг общения такой. Ну, я в университете работаю, этот человек он не читал, я потом буду сдавать. Я так и думал. У меня друзья это все чуется, те кто с вами так говорил либо сами читали вот такие толстые подшивки журнала Огонек либо внимательно слушали тех кто читал. Это оттуда. Вот все вот это вот чехом было изложено в журнале Огонек именно в такой форме. Возможно. Ваши ощущения что жениться надо сражаться. Безусловно что безусловно пропаганда гуржуазная она началась из перестройки даже. Собственно говоря можно считать выступление Хрущева о культе личности это уже начало гуржуазной пропаганды. Потому что если вы нападаете на человека на вождя лидера руководителя партии рабочего класса который последовательно проводил политику направленную на осуществление диктатуры пролетариата то конечно вы тем самым помогаете буржуазии. был первый удар. Дальше уже последовали и более мелкие но тем не менее настойчивые укусы естественно что все это и привело в конечном итоге извините к концу 80-х буржуазное сознание оно господствовало уже практически в обществе без исключения небольшой относительно группы людей которые готовы были и которые отстаивали коммунизм боролись к сожалению в обществе уже господствовала идеология господствующего класса и поэтому ничего удивительного что сейчас мы это все наблюдаем и несмотря на то что вроде как должно пройти отрезвление уже что капитализм кроме очень узкого круга лист никому ничего хорошего не принес но тем не менее есть определенные иллюзии что вот есть же страны капиталистические которые живут нормально так может и у нас там еще годик-два там три потерпим может быть и там и заживем по-человечески нет понимания того что в капиталистическом мире каждая страна занимает свое строго определенное место введенное если тебе так сказать судьба быть сырьевой колонии ты будешь сырьевой колонии никогда ты уровня метрополии не достигнешь и просто никто это не позволит и жить как метрополии ты не будешь будет колониальная администрация жить хорошо так сказать и наблюдать как вы тут подыхаете от непосильного труда вот и все вот понимание того что Россия уготована место стран третьего мира и собственно говоря она в нем и пребывает несмотря на все свое так сказать единственное что не дает это вот остатки советского вооружения вооружение устаревает а технологии не стоят на месте так сказать поэтому ядерный щит пресловутый он в общем-то рано или поздно он должен рассыпаться не зря Мауз-Деду называл атомную войну картонным тигром товарищи продолжаем наш семинар до перерыва закончили немножко на такой пессимистической ноте понятно что плоды буржуазной пропаганды они сделали свое дело начата она была задолго до разрушения Советского Союза первый удар который был нанесен это конечно доклад Хрущева о культе личности Сталина это был колоссальный удар нанесен по коммунизму и по коммунистической идеологии естественно он был нанесен именно в интересах буржуазии потому что другого здесь интересы не просматриваются как было сказано в одном известном фильме есть два класса рабочий класс и буржуазии если ты не за один класс то стало бы за другой и конечно в обществе господствует идеология господствующего класса опять же нет ничего удивительного что в головах большинства сидит эта буржуазная идеология несмотря на то что капиталисты постоянно ухудшают жизнь трудящихся непрерывно вводят новые какие-то законы налоги удлиняют пенсионный возраст постоянно идет снижение уровня жизни уровня доходов тем не менее сохраняется иллюзия что все это временное явление и вот пройдет какое-то время и мы заживем по-настоящему как в Германии там во Франции где-нибудь не знаю в Швеции да или Норвегии все будет хорошо но это не более чем иллюзия и эта иллюзия я думаю что рано или поздно развеется потому что в капиталистическом мире каждая страна занимает свое определенное положение в системе разделения капиталистического труда кто-то должен добывать полезные ископаемые и отправлять их в страны которые занимаются переработкой созданием высокотехнологичных изделий с высокой добавленной стоимостью ну и соответственно из этих стран должны укачетоваться не только природные ресурсы но и людские ресурсы и прибавочная стоимость и эта прибавочная стоимость за счет сверх эксплуатации российских рабочих направляется в том числе на поддержку оппортунистических настроений оппортунизмов в странах Западной Европы Америки и так далее капитал не делится с рабочими своих стран своей прибыли он отнимает ее у других рабочих у рабочих третьих стран и так сказать отдает часть вот этого награбленного для того чтобы свои рабочие особо не бузили ну собственно говоря они даже разрешают им доставать выходить на митинги демонстрации громить там периодически что-то лишь бы это не затрагивало основы капиталистического строя поэтому работа предстоит большая работа по в том числе внедрению в сознание людей идеологии коммунистической это то чему мы должны учиться и то на чем мы должны работать разговаривать с людьми убеждать рассказывать потому что действительно иногда это элементарное незнание просто где-то обманом где-то сокрытием фактов людей убеждали в том что коммунизм это плохо коммунизм это вредно это противно человеческой природе и так далее каких только эпитетов не слышали на самом деле конечно это ложь от начала и до конца потому что человечество начинало собственно говоря свой путь при коммунизме и коммунизм это его будущее вернемся к нашим ответам вариант 2 вопрос 2 роль партии рабочего класса формирования совета кто готов ответить на этот вопрос товарищ Алексеев прошу партия рабочего класса партия рабочего класса это авангард рабочего класса партия партия в создании советов заключается в том что партия занимается агитацией пропагандой организует рабочих помогает им создавать советы разъясняет им работу советов в чем совет занимаются интересы представляют и полагает им организация это основное то есть действует в соответствии со своей программной задачей какая программная задача программная задача внесения что делает партия вносит научный социализм в массу в массы в рабочие движения в рабочие движения в рабочие движения наверное кратко если кто так ответит на первое хорошо спасибо кто желает дополнить вариант номер два почему-то не пользуется особой популярностью я думаю что в следующем году я поменяю их местами вы уже многократно выступали по крайней мере дважды кто готов еще может быть мы обратимся к историческому опять же к Иванову Зесенскому совету совету какую роль там сыграла партия рабочего класса в формировании нет не припоминаете никто примерно половина членов рабочего совета первого совета в Анне Зесенске составляли собственно говоря члены РСДРП по последним по тем данным которые приведены опять же в книге Казенного и Попова то есть партия партия не была в стороне от советов они члены партии не только организовывали не только руководили идеологически влияли на советы но непосредственно работали в этих советах составляли костяк основу наиболее стойкие бойцы наиболее стойкие борцы за дело рабочего класса это коммунисты поэтому для того чтобы советы действительно стали формой диктатуры пролетариата необходимо чтобы члены партии участвовали непосредственно в формировании забастовочных комитетов формировании советов эта работа должна вестись по всем этим направлениям борьба партии рабочего класса должна идти как в идеологическом так в организационном плане и только тогда люди рабочие и трудящиеся увидят что коммунисты не хотят так сказать не стремятся на плечах рабочего класса пробраться во власть и сесть опять на хребет рабочему классу и так сказать править от его имени да сами идут самые горячие точки сражаются плечом к плечу с рабочими только так можно завоевать доверие людей и только так можно действительно сформировать настоящий совет безусловно и иваново-зесенский были члены партии которые по соображениям которые находились на нелегальном положении не могли принимать непосредственную часть но тем не менее они руководили организовали также рисковали потому что их могли арестовать эту деятельность и собственно это и делалось есть еще какие-то дополнения по данному вопросу я думаю что несмотря на то что Владимир Ильич писал что советы не должны быть продуктом или полностью быть под влиянием одной партии но это скорее было такое требование момента потому что партии те же самые партии эсеров имели большое влияние естественно что часть рабочих значительная часть подпадала под влияние поэтому состав советов был разный но тем не менее тем не менее все-таки основную роль руководящую направляющую должна играть партия рабочего класса потому что именно интересы рабочего класса призваны осуществлять советы третий вопрос советы как высшая форма демократии отмирания государства пожалуйста кто готов ответить по этому вопросу нет никто не готов вы готовитесь я не готовилась я вам просто очень кратко если вы готовы пожалуйста демократия демократия буквально переводится как власть народа но демократия бывает разной в зависимости от того что понимать под народом то есть кто правит есть буржуазная демократия например а советы как высшая форма демократии как я понимаю это когда власть принадлежит все-таки максимальному большинству людей когда правит не верхушка там например наследных дворян и не верхушка самых богатых буржуа а именно широкие массы людей потому что пролетариат это действительно очень-очень много народу вот и пока еще есть нужда в государстве существует собственно диктатура пролетариата но в перспективе государства отмирает только когда исчезает классы и исчезает и государство поскольку государство это именно диктатура класса все спасибо действительно любое любое государство это диктатура определенного класса и на прошлой лекции Александр Сергеевич очень подробно об этом говорил почему мы говорим о высшей форме то есть высшее означает то что дальше развития не будет в этом направлении так же как Владимир Ленин писал об империализме как высшей стадии капитализма то есть последняя высшая значит последняя в данном случае после которой нет никаких переходных форм и собственно говоря между империализмом и коммунизмом да лежит только период пролетарских революций также и между советами как высшей формой демократии и бесклассовым обществом также нет никаких промежуточных форм демократия это форма государственного устройства государство это диктатура значит демократия как не парадоксально звучало тоже диктатура и вопрос о том до какого до какой степени до до какого времени должна распространяться эта диктатура это вопрос далеко не праздный далеко не простой и на этом вопросе споткнулась скажем так и КПСС и нынешние партии называющиеся коммунистическими та же самая КПРФ которая совсем недавно признала что диктатура пролетариата все-таки необходима в период переходный от капитализма коммунизму так вот диктатура пролетариата необходима также и весь период низшей фазы коммунизма период социализма потому что без диктатуры пролетариата классы не отомрут это писал один мышлений для того чтобы они отмерли необходима диктатура пролетариата то есть последовательное осуществление интересов рабочего класса почему именно рабочего класса ведь когда мы говорим о социализме мы говорим о том что социализм это бесклассовое общество вроде как классов нет но сохраняются классовые различия и эти классовые различия прежде всего касаются конечно положения рабочего класса положение его в системе общественного производства оно во многом сохраняется таким же какое было при капитализме да труд не носит наемный характер поскольку производство непосредственно общественное но по условиям труда по соотношению рабочего и свободного времени даже при социализме пролетариат оказывается в самом невыгодном положении поэтому именно улучшение положения рабочего класса последовательное постепенное постоянное и ведет собственно говоря к так называемому уничтожению классов то есть классы не уничтожаются как таковые они не отменяются как класс буржуазии допустим после национализации средств производства класс буржуазии перестает существовать потому что он лишен собственности собственно говоря собственность переходит из частных из рук отдельных лиц по собственность всего народа но вот здесь как раз автоматического да так вот перехода рабочего класса в положение без класса не происходит почему не происходит потому что заводы сохраняются те же самые условия труда было предприятие капиталистическим его национализировали и поначалу ничего не меняется для рабочего он также выходит на работу также получает заработную плату которая конечно по политэкономическим представлениям и по сути она не является заработной платой она является рабочими плетанцами но тем не менее по форме это сохраняется то же самое условия труда и продолжительность труда соответственно для того чтобы классы отмирали необходимо чтобы сглаживались исчезали классовые различия прежде всего это касается соотношение рабочего времени свободного времени и условий труда все это крепко увязано с повышением производительности труда повышение производительности труда связано в первую очередь с развитием техники с внедрением научных достижений с развитием новых технологий применения их в производстве повышение производительности труда как писал изменение это главное условие для победы нового строя но опять же если при капитализме мы видим что повышение производительности труда труда в первую очередь идет на пользу самим капиталистам соответственно оно приводит к тому что прибыли их возрастают при социализме необходимо направлять повышение результата повышения производительности труда на улучшение жизни рабочих прежде всего то есть это сокращение рабочего времени и улучшение условий их труда за счет сокращения рабочего времени и приближение к тому что свободное время начинает преобладать над рабочим соответственно устраняется разница между людьми умственного и физического труда это один из путей и второй путь это всеобщее участие в производительном труде это второе направление движения к бесклассовому обществу здесь варианты этого движения тоже могут быть различными то есть это не значит что там людей умственного труда нужно выдать им лопаты и послать их копать что-нибудь да хотя иногда это тоже полезно на свежем воздухе в общем то в качестве перемены и сочетания труда вот это всеобщее участие в производительном труде оно может быть допустим разделено на разные периоды жизни человека то есть в период обучения допустим те же самые студенты они могут участвовать и должны и обязаны будут участвовать в производительном труде там после окончания периода активной там творческой деятельности ну допустим те же самые извините артисты я не знаю как творческие работники да после выхода на творческую пенсию они вполне могут принять участие в производительном труде тем более если он будет занимать не восемь часов сейчас там будет час-два в день и при том что технологии позволят свести к минимуму опять таки физический труд то есть в основном это управление машинами то конечно вот такие пути просматриваются уничтожение класса что происходит с государством при этом для того чтобы государство отмирало этого недостаточно да потому что для того чтобы отмирало государство необходимо еще всеобщее участие в управлении государством и как раз советы решают этот вопрос за счет того что во первых у любого гражданина появляется возможность участвовать раз в системе государственной власти второй момент то что не отрывается человек в избранный совет он не отрывается от своего трудового коллектива и не отрывается от производства потому что он какое-то время участвует возвращается это может быть каждый день какое-то соединение или там неделю он работает а неделю заседает в совете допустим разные формы разные варианты участия ну и конечно кроме самих советов еще другие формы это и рабочий контроль это и шефство над органами государственной власти и так далее то есть те формы которые у нас активно развивались тот период когда советы соответствовали своему понятию которые потом постепенно были сведены на нет вместе с советами да как только советы поменяли свою форму постепенно вот эти формы участия рабочих государственного управления они тоже к сожалению стали устраняться и еще один важный момент который нужно отметить отмирание государства невозможно в рамках одного отдельно взятого государства да это понятно потому что если вокруг капиталистическое окружение то отмирание государства просто приведет тому что это государство будет включена в состав какого-то другого капиталистического государства да таким образом этот это дело очень долгое естественно что никакого общенародного государства которое было провозглашено хрущевым быть не может потому что как мы видим понимаем теоретические теперь уже и практически что советы являются высшей формой демократии они будут существовать до тех пор пока будет существовать государство если нет советов государство становится парламентским да постепенно и соответственно вот это парламентская форма она наполняется буржуазным содержанием происходит возврат капитализма поэтому теоретически мы этот вопрос рассматриваем но практически на повестке дня стоит вопрос другой то отмирание еще очень далеко надо чтобы что-то отмерло пролетарское государство надо его сначала создать поэтому над этим мы должны работать изучать историю изучать теорию советов пропагандировать советы и работа предстоит довольно большая я так понимаю что поступили еще вопросы да вопрос от Никиты каким образом проходили выборы по территориальному признаку вместо основной единицы завода фабрики после 36 года избирательные участки так же как и сейчас собственно говоря сформированные избирательные участки были на этих избирательных участках кандидаты которых выдвигали правда продолжали выдвигать кандидатов по заводам и фабрикам то есть они проходили обязательно через фильтр трудового коллектива но тем не менее голосование уже шло непосредственно на предприятиях и голосование шло на избирательных участках которые были поделены по территории Вопрос от Александра депутаты выбираются по производственному принципу а советы организуются по территориальному корсовет облсовет или необходимо организовывать отраслевые советы вместо территориальных Нет вопрос ведь советы решают не вопросы производства они решают вопросы общественной жизни в целом это советы социальные вопросы да значит и так далее все то есть все вопросы это как любой орган государственной власти естественно что он касается не только предприятий но и всей территории на которой они формируются советы не управляют предприятиями они на них формируются а управление идет естественно на государство как любое государственное управление управляется территория Потому что помимо предприятий, вся инфраструктура находится, извините, люди там живут, надо все это обеспечивать. Вопрос от Андрея, возможно ли отражение понятия в сознании, если слова для обозначения понятия еще не существуют? Еще раз, пожалуйста. Возможно ли отражение понятия в сознании, если слова для обозначения понятия еще не существуют? Можем ли мы понимать? Нет, нет, это не в этом дело. Что касается понятия, собственно говоря, понятие, оно выражается словами. Если нет слова, то нет понятия. В начале двадцатого века христиане принесли опыт общины на заводы. Кто сейчас принесет такой опыт, если христианской общины уже давно нет? Дело в том, что сами, ну я уже об этом говорил сегодня, что сами производственные коллективы, они представляют из себя производственные общины. Люди объединены совместным трудом, совместным пребыванием, общими интересами, как бы ни казалось, что у каждого свой интерес заработать побольше и не дать заработать другому. На самом деле мы видим, что люди сплачиваются в коллективе. и другое дело, что сейчас час, чаще они сплачиваются не по своим коренным интересам, а по каким-то интересам второстепенным. Но, тем не менее, любое производство – это коллектив, это община. Соответственно, это коллективное сознание, это общность людей, она уже присутствует, ее не нужно привносить, она уже там. Нужно на этой основе развивать, поднимать уровень вот этого общественного сознания до понимания того, что для улучшения жизни необходима совместная борьба. не просто совместная работа, но и совместная борьба. Почему рабочие в основной массе предпочитают увольняться, а не бороться, организуясь с другими рабочими? Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, вот эта форма – это тоже определенная форма классовой борьбы, да, то есть увольнение и переход на другие там предприятия, где есть лучшие условия. Ну, она возможна там, где есть выбор, то есть людям есть куда податься. Это касается крупных промышленных центров. В общем-то, достаточно много мест, где людям просто некуда увольняться. И они сидят до последнего даже, несмотря на то, что им перестают платить зарплату уже несколько месяцев, там год, полгода. Потом предприятие банкротит, и, наконец, мы об этом узнаем, что, оказывается, люди уже полгода сидят без зарплаты и ждут, пока, так сказать, предприятие заработает. Ну, это путь такого наименьшего сопротивления. Понятно, что он требует наименьших усилий. Для того, чтобы борьба приобретала более такие эффективные формы, опять-таки необходимо пропагандировать. Ну, и люди должны до этого дозреть, дозреть. В настоящее время мы видим, что присутствует на самом деле не одно же поколение рабочих, никогда нет такого момента, когда какое-то одно поколение. Потому что на каждом предприятии есть кадры старые, да, так сказать, рабочих, которые начинали работать еще задолго до капитализма, есть люди, которые пришли уже в период капитализма, есть молодые. Поэтому, да, конечно, основную, скажем так, революционную работу в обществе делают молодые. Но это нынешнее поколение или это следующее поколение? Я думаю, что здесь речь идет не столько о поколениях, сколько о наиболее активных представителях из каждого поколения. вот этих людей нужно искать, находить, работать с ними. И эти люди наиболее цены, потому что это те самые крупицы, которые, ну, искра, да, из которой разгорится пламя. Никогда не начинается, так сказать, подъем рабочего движения с какой-то массой. Всегда есть люди определенные, да, которые готовы бороться. Они начинают. Им трудно. Их не понимают, так сказать, и говорят, что ты делаешь. Завтра. Завтра тебя уволят, и все, и как бы на этом все закончится. не поддерживают. Но постепенно, видя, что они проявляют стойкость, они борются, они убеждают своим примером, только так происходит этот процесс. Почему рабочие в ЛНР и ДНР за 6 лет так и не создали Советы? Там, скажем так, ситуация непростая. Все-таки это фактически военное положение, и работа, в общем-то, довольно затруднена. Это первый момент. Второй момент, ну, на то время там не было фактически даже в становлении партии рабочего класса, когда все это началось. То есть, собственно говоря, есть люди активные, которые работают над этим вопросом, но это невозможно сделать в один момент. поэтому тут, говорить там 6 лет прошло или сколько, это, скажем так, не совсем правильно. сколько времени это займет, мы не знаем. Это может развернуться в один момент. Но подготовительная работа идет, конечно, безусловно. Какие-то действия предпринимались конкретно в данном направлении? Безусловно, конечно, конечно. Для того, чтобы создать советы, советы создаются из-за басткомов. То есть, опять же, проблема та же самая, что и здесь в России. Бастовать трудно, но людям надо решиться на это. А тем более там, когда, собственно говоря, еще это может рассматриваться властями как просто акт измены в какой-то степени. Потому что как страна воюет, а вы тут бастуете. Это не так просто, на самом деле. Да. Люди приоружены все. Выбирая на производстве депутатов, рабочие могут подвергаться давлению со стороны управленцев, продвигающих своих кандидатов. Как этого избежать в будущем и возможно ли? Естественно, будет борьба и будет попытка продвинуть своих ставленников. Мы это видим постоянно. Это постоянно происходит. Зависит это от того, насколько сплочен коллектив. Насколько он готов бороться за тех, кого он выбирает, кого он выдвигает. А борьба неизбежна, естественно, будет идти. Избежать борьбы не получится. Не будет такого момента, когда можно сказать, что вот мы выбрали и этот человек все за нас сделает. Для того, чтобы выбранный вами человек не стал на сторону администрации, также необходимо дальше работать над этим вопросом. А именно, во-первых, он не должен отрываться от коллектива. Это раз. Во-вторых, он должен чувствовать поддержку. Не так, как зачастую сейчас это бывает, что создается независимый профсоюз или удается взять верх, скажем так, в НПРовском профсоюзе. Но основная масса трудящихся говорит, вот мы тебя выбрали, иди и отстаивай наши права. А мы будем смотреть. Вот если так делать, то ничего не получится, естественно. Потому что профсоюз – это не один человек, это не правком, не два, не три человека. Это объединение людей. Только совместными действиями, только поддержкой своих лидеров можно что-то решить. И противостоять, в том числе, давлению администрации. Все. Может быть, есть вопросы из присутствующих? Кто-то хочет задать вопрос? Еще вопрос? Да. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Почему Вы говорите, что люди, общество должно созреть? Разве не нужно с ними работать? Где работа профсоюза? Главное, где союз профсоюза? Значит, созревание, понимаете, мы… Вот как происходит рост, допустим, дерева, да, или плод созревает? Мы же не можем приказать плоду созреть. Мы можем его, там, посадить семечко, удобрить землю, поливать, всячески ограждать, там, от вредителей, там, колорадских жуков собирать и так далее. Но процесс идет внутри самого России, так же и внутри общества. Конечно, партия рабочего класса и те, кто сочувствуют делу рабочего класса, они должны прикладывать все усилия для того, чтобы вносить научный и социализм в рабочие движения. и непосредственно участвовать в рабочем движении, и активизировать, да, так сказать, работать в своих коллективах. Но это процесс нелинейный. То есть мы оказываем влияние, но когда и как это сработает, мы не знаем. Обстоятельства меняются, это, скажем так, существует понятие революционной ситуации, да, когда вы знаете признаки революционной ситуации. Вот один из признаков, когда бремя, которое несет рабочий класс, оно становится, или угнетаемый класс, оно становится невыносимым. Особые периоды, да. Вот на это мы никак не можем повлиять. Поэтому, когда я говорю о том, что общество должно созреть, я не говорю о том, что мы должны сидеть и ждать, пока, так сказать, оно созреет и коммунизм упадет нам в руки. Такого не будет, естественно. Но надо понимать, что может пройти не год и не два упорной работы, в том числе идеологической, пропагандистской работы в коллективах, прежде чем это принесет свои плоды. что касается профсоюзов, да, я по этим, по профсоюзам. Ну, профсоюзы есть. Вы знаете, что практически все ныне существующие профсоюзы, к сожалению, они стоят прочно на позициях работодателя, к сожалению. И надеяться на объединение профсоюзов не приходится, потому что чем дальше люди от трудового коллектива, тем ближе их интересы к правящему классу. Поэтому, не надеясь на профсоюзные организации, так сказать, большие, на объединение, надо сосредоточить борьбу в первичных профсоюзных организациях. Собственно говоря, там, где происходит объединение коллектива, там, где выдвигаются требования к работодателю, там, где можно сформировать забастовочный комитет и дальше это основа совета. Да, пожалуйста. В современности первичная роль рабочего класса по сравнению с остальными сохраняется? Что значит первичная? Ну, не совсем корректный вопрос. Речь не идет о первичной, о том, что рабочий класс это единственный класс, который полностью и до конца заинтересован в отмене классов вообще. потому что он находится в самом угнетенном положении, с одной стороны, да. С другой стороны, он обладает организованностью и силой, достаточной для того, чтобы эту ситуацию перевернуть и обратить, так сказать, систему общественного производства на пользу всего общества. Безусловно, другой силой не просматривается. Другого класса, который бы, скажем так, мог осуществить коренной переворот в жизни общества, его просто нет. Ну, как, собственно говоря, не появилось, новых классов-то не возникло. Есть класс буржуазии, есть рабочий класс, есть мелкая буржуазия. Все остальное это, скажем так, измышления некоторых теоретиков, которые объективно льют воду на мельницу буржуазии. Это последнее. Да, пожалуйста. Может ли российский комитет рабочих стать дальнейшим всероссийским съездом Совета народных депутатов? Российский комитет рабочих представляет из себя, в общем-то, площадку, на которой встречаются представители борющихся коллективов, тех, кто уже борется, тех, кто собирается вступить в борьбу, и решаются там в основном вопросы экономической борьбы. Собственно говоря, он носит название полное. это Российский комитет рабочих, семинар Федерации профсоюзов и фонда рабочей академии. Значит, соответственно, задача его, прежде всего, научить рабочих бороться за свои интересы, он схож, скажем так, по характеру формирования, по тому, как он формируется, и принципы его работы, они близки к советам. Он, может быть, прообразом, скажем так, да, но решает несколько другие задачи на данный момент. И, пользуясь случаем, хочу анонсировать 21-22 марта состоится очередное заседание Российского комитета рабочих в Нижнем Новгороде. Будет трансляция, я надеюсь, точно будет. Замечательно. Будут записи, выложенные Российского комитета. Всем рекомендую смотреть. По результатам будут, опять же, выпущены газеты «Народная правда». Ну и, конечно, мы ждем на Российском комитете рабочих, представителей борющихся коллективов. На сайте Фонда рабочей академии можно посмотреть подробную информацию, куда обратиться, как оформить направление, да, оформить мандат от своего коллектива или от профсоюза. Рабочие, делегированные своими трудовыми коллективами или профсоюзом, они получают право решающего голоса. Это основные, главные люди на данном мероприятии. Если вопросов больше нет, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой основной ошибкой, какие основные ошибки при создании, мешают созданию привычной профсоюзной организации? Или какие возникают ошибки? Этот вопрос подробно будет рассматриваться на РКР, а именно третий вопрос повестки – это как раз создание первичных профсоюзных организаций. На мой взгляд, самая такая крупная ошибка, которая сразу приводит к краху профсоюза – это когда профсоюз создают, обычно это несколько человек для начала, да, и сразу объявляют о своем существовании работодателю, так сказать, заявляют о том, что они есть, раскрываются, при этом не имея, в первую очередь, на руках проекта коллективного договора, и второе – не имея достаточной поддержки в коллективе. Поэтому для того, чтобы первичная профсоюзная организация была создана и могла эффективно действовать, начинать надо не с того, что, так сказать, декларировать, да, что вот мы есть, дайте нам помещение, там, взносы еще, там, перечисляйте через работодателя. А если нашлось два, там, три человека на предприятии, которые готовы и хотят создать профсоюз, вот надо собраться и тихонечко, так сказать, написать проект коллективного договора. Вот с этого начать. Никому особо не говоря о том, что мы создаем профсоюз. И когда у вас будет на руках вот этот документ, это не такой простой вопрос, хотя вроде как есть образцы хороших коллективных договоров, но вот это всегда оказывается камнем преткновения. и вот если у вас есть на руках проект коллективного договора, у вас есть с чем пойти к людям, и уже вы можете агитировать. Вот прочитают, мы тут написали такое. Можете даже еще официально ничего не оформить, на самом деле, да, там, не провести протокол, ну, или провести протокол, провести организационное собрание, так сказать, но протокол никому особо не показывать. Ну, просто вот, вот видишь, у нас там через год, через два, через три будет перезаключение коллективного договора, вот мы тут с товарищами набросали, прочитай. Тебе подходит это? Подходит, тогда давай с нами. Не подходит, ну, значит, извини. Таким образом, то есть, объединять профсоюзную организацию первичную нужно вокруг коллективного договора, это ее основная задача. Создать этот договор, продвигать его на переговорах с работодателем и дальше следить за его выполнением. Если этого нет, то все это разлетится как дым. Вот эта ошибка, которую постоянно повторяют органайзеры так называемые, которые ищут, они действительно находят активных людей, они их агитируют, создают профсоюзы. Потом все это вычисляет, так сказать, или сами они раскрываются перед работодателем и профсоюз разгоняют. А когда люди еще не знают толком, за что они, собственно, борются, за все хорошее против всего плохого, очень легко людей разогнать. Вызывают там по одному в кабинет и рассказывают, что не надо тебе в этом профсоюзе. Кому-то угрожают, кому-то чего-то обещают и так далее. Поэтому надо сплотиться вокруг проекта коллективного договора. Если он у вас есть, у вас есть за что бороться, есть что показать людям. И даже если кто-то там не пойдет, но сразу, тем не менее, у вас будет, по крайней мере, определенный круг поддержки. Будут знать, что вы идете не за то, чтобы стать освобожденным профоргом и получать зарплату, ничего не делая, такую же, а то и выше, чем рабочий. А вы идете представлять и бороться за интересы коллектива. Только так. Наше время истекло. Надеюсь, что семинар был полезен для всех. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok